добрый день дорогие друзья вы на канале волжский сад с вами елена по прогнозу через день ожидаются первые заморозки в саратовской области а нам последний раз дают воду которые качают из волги возникает вопрос надо ли плевать наши растения опираясь на свой многолетний опыт пришла к выводу что правильный подход к поливу перед холодами может значительно помочь растениям пережить зиму влага в почве действует как теплоизолятор вода имеет большую теплоемкость а значит она способна удерживать тепло дольше чем сухая почва в холодные ночи вода в почве медленнее остывает чем воздух и таким образом защищает корни растений от переохлаждения если почва сухая она быстрее остывает что создает дополнительные риски для корневой системы растения которые поливают перед заморозками переносят первые холода значительно лучше чем те которые остаются в сухой почве особенно это важно для молодых деревьев и кустарников которые еще не успели полностью укорениться и адаптироваться к холодам еще важно поддерживать влажность почвы для предотвращения ее растрескивание когда почва пересушена она трескается что может оголить корни растений это открывает прямой доступ холодному воздуху и увеличивает вероятность повреждения корневой системы лучше поливать за один-два дня до ожидаемых заморозков это позволит воде впитаться в почву и не оставить ее слишком сырой что также может навредить корням растений обращаем внимание что полив должен быть умеренным почва должна стать влажной но ни в коем случае не сырой особенно следим за растениями с мелкой корневой системы такие как многолетники не допускаем ее переувлажнения у нас почва такая сколько не лей воды вся быстро уходит в землю поэтому я смело могу поливать поливаю все что у нас растет деревья кустарники виноград клубнику малину многолетники и конечно хвойные растения считаю что правильный полив это залог здорового и крепкого сада на следующий сезон так как ожидаются первые заморозки приступаем к первому этапу закрытия ремонтантной крупнолистной гортензии обрезаем ножницами все листья чтобы не повредить цветочные почки которые гортензия заложила на следующий год потом наклоняем веточки и пришпиливаем их поближе к земле но не вплотную можно просто обрезать на 4-5 почек от земли и не наклонять я так экспериментировала с сортом зора она хорошо перезимовала и потом обильно цвела далее укрываем одним слоем спонборда пока этого достаточно потом когда я обрежу соцветия древовидных и метельчатых гортензий заложу их внутрь укрытия и накрою уже двумя слоями спонборда сверху целлофаном такое укрытие использую много лет и все отлично зимует теперь о нашей большой березе которая растет за забором где я высаживаю различные деревья и кустарники для защиты участка от ветра выросла она под проводами когда сильный ветер возможен обрыв решили спилить своими силами я раздобыла снаряжение для скалолазания и сергей взяв пилу полез на березу учитывая что он не очень хорошо переносит высоту задача была совсем непростая но он справился и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Спилил несколько веток и укоротил главный ствол. Теперь береза смотрится не совсем красиво. Зато мы не будем переживать, что она может оборвать провода. В этом году получилось собрать первые семена магнолий. Ред Барон подарила три семечки, а магнолия Сенсейшн – одну. Вызревшие семена магнолий после извлечения их из семенных коробочек покрыты красно-оранжевой мясистой кожурой, которую называют саркотестой. Она предохраняет семена магнолий от пересыхания, ведущего к полной потере всхожести. Она также препятствует прорастанию семян. Поэтому перед посеем или перед закладкой семян магнолий на стратификацию саркотеста следует удалить. Что я и собираюсь в ближайшее время сделать. После того, как мы ее удалим, то, что извлечем, вот эти вот семена, отправим в сфагновый мох, который предварительно должен быть увлажнен. И все это ставим в холодильник на 3-4 месяца для стратификации. Ну, мне это еще все предстоит сделать. Далее покажу вам гортензию фрейсмельба. Она меня сильно удивила тем, что зацвела в положенные сроки только одной веточкой. Другие ветки даже намека не давали, что будут цвести в этом году. И вот только в конце сентября мы увидели, что она зложила цветочные пучки, которые распустились в октябре. Я предполагаю, что заморские этой весной, именно они повлияли так на нее. У других сортов также наблюдались единичные выскочки позднего цветения. Да, непростой был год для наших растений, но они стараются, как могут, порадовать нас своим цветением. Зато в этом году очень обильно у нас цветет лаванда. Посмотрите, какие красивые у нее сочетания по цвету с розой гальдельзи. А здесь с древовидной гортензией Magical Pinker Bait. Просто красота! На следующий год попробую ее начеренковать и посадить, чтобы росло побольше кустиков. Уж очень она хороша. На этом все, дорогие друзья. Вы были на канале Волгский сад. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!